Потенциал еще остался, научно-технический. Конечно, часть молодых способных людей тоже ушли в различные другие направления. Но это не подорвало общую, как говорится, направленность работы нашего предприятия. А для того, чтобы создавались новые самолеты, для этого что нужно? Финансы. Я просто приведу, к примеру, один пример, который для любого будет ясно, где мы находимся. Скажем, самые раньше, в те времена, лет 15-20 назад, может 30 лет назад, из государственного бюджета выделялись деньги на авиационную промышленность. Это порядка было тогда, ну, 150-200 миллионов гривен. Это на всю авиационную промышленность. Частично у нас оставалось там... Это копейки, если разобраться с тем, что выделялось в России. К примеру, уже, скажем, во времена Украины, это в 95-97 годах, был создан тоже довольно-таки очень уникальный самолет Ан-70. Это перспективный самолет, современный. И все-таки, скажем, Европа заинтересовалась этим самолетом. И особенно, сказать, немцы. Они присылали сюда несколько своих групп, которые изучали этот проект. И, в принципе, написали они отчет своему правительству в Европе, что такой самолет им нужен для замены Си-130-х, которым было выражено НАТО. Но, по, так сказать, независимым от нас обстоятельствам, принято было решение руководителями о том, что не будем мы заниматься Ан-70, а создадим с нуля свой самолет, типа Ан-70. И была дана задача Эрбасу, и Евросоюз выделил для создания, как говорится, опытного образца и получения, как говорится, сертификата, то есть летных испытаний, получения сертификата, средства, которые были опубликованы, это каждый может в интернете прочитать, Тогда было 8,5 миллиарда евро на создание этого самолета. Аналога, получается, самолета. И они создали А-400М. Наш уже летал, они потом создали. Как испытания показали, те технические данные, по некоторым моментам он уступает нашему Ан-70. Которую создавали еще в Советском Союзе. Которую создавали еще раньше. Нет, он не в Советском Союзе, он создавался уже в Украине. Он же, я понял, после 91-го. После 91-го года. Можно представить, так это только на создание самолета первого, для проведения сертификационных испытаний. А для серийного развертывания, серийного производства А-400М, как там же было написано, предполагалось выделить 18 миллиардов евро. Если бы десятую часть вот этих денег было предоставлено авиационной промышленности Украины, или, скажем, головному предприятию Антонов, конечно, можно было говорить о том, что будут созданы современные, прекрасные самолеты. Ну, опять же, мы объективно видим, что на этой ситуации Airbus, они воспринимали нашу авиационную промышленность как конкурента. И объективно они понимали, что если будет настолько крупный заказ, они фактически себе сделают конкурента, который в будущем будет конкурировать на международных рынках с тем же самым Airbus. И качество будет не хуже, чем у них. Поэтому мы объективно видим такую ситуацию, что это систематическая политика такая. По Ан-70 немножко, он назывался тогда проект Ан-7Х. И тогда рассматривалось, что Европа, если заказывает, какая страна НАТО заказывает, какое количество, в такой пропорции они будут участвовать в создании этого самолета. То есть, в сирийном производстве. То есть, каждая страна была заинтересована. То есть, это не только Украина бы. Это как сейчас F-35 создает. Да, это создавало бы и Европа, и с Украиной вместе. То есть, это выгодно и Украине, выгодно и Европе было бы. Но там мешались бы. Но дело в том, что тогда все равно бы центр производства этих самолетов был на Украине. Естественно, конечно. А это, я так понимаю, тоже уже не совсем интересно. И опять же, мы бы опять же все равно стали конкурентом, если бы мы таким образом начали строительство даже вот этих, условно, наших самолетов Ан-70, которые конкуренты были вот этому А-400М, то это объективно уже геополитика. Ну вот, с вашей точки зрения, вот почему вот за все это время, с учетом того, что у нас прекрасные самолеты, почему-то страны НАТО у нас их не покупают? Ну, в чистом виде они бы не купили. Это как раз именно как кормить конкурента. А вот в том числе участвовать, как говорится, в создании того или иного проекта, конечно, это было более-менее, как говорится, по-партнерски. И это и предлагала наша сторона. Но даже на это они не пошли. Нет, ну там мешались американцы, мешались это, они свое предлагали. И тогда, в то время, руководители Германии, Европы, они приняли решение такое, что ни с теми, ни с теми, они сами создадут.